АВТОРОМ В этом году конкурсная комиссия усложнила дистанцию, предложив участникам выполнить некоторые маневры не только передним, но и задним ходом. Когда пришел еще до старой-старой ЗИЛы 157, потом 130 ЗИЛ, сейчас КАМАЗик, относительно современная техника, но насчет того, что в каждой машине надо привыкать безусловно. За каждую сбитую стойку начислялись штрафные секунды. Испытуемые старались максимально грамотно проехать дистанцию, показывая навыки аккуратного управления большегрузом. Там маленько перенервничал. Задом не зашел в гараж, а так вроде прошел всю трассу, очень хорошо. Езжу по разным цехам, потому что машина экспедиторская, она как бы принадлежит диспетчеру завода. Уже диспетчер завода распоряжается, в какие цеха нас направит или где не хватает машин. Это возим очень разные грузы, начиная от пилочевки, заканчивая крупногобрытными грузами. Не было привычки к машине, то есть только из-за этого. А в основном, в принципе, я все знаю, где что как. Но это мое желание, то есть мне нравится это. Поэтому выбрал такую профессию. Артем отлично справился с теорией, показал хорошие навыки вождения за минимальный отрезок времени. По итогам конкурса он занял второе место. Бронзовый результат у Дмитрия Иванова лучшим по профессии в этом году стал Дмитрий Боязитов. В ноябре водители цеха 81 встретятся со своими коллегами из 19-го на финальном профсостязании.